Рассмотрим более детально переходы в SolidCam, настройки инструмента и технологии обработки. В загруженном добавлении SolidCam откроем вкладку SolidCam 2D-переходы и выберем поверхность. Так как заготовка задана с припуском на 2 мм на каждую сторону, заверим верхнюю плоскость, сделав по ней два прохода скоростной головкой. Для этого в окне «Переход к обработке поверхности» во вкладке «Геометрия» выберем «Создать поверхность». Слева на месте древа построения откроется диалоговое окно создания поверхности, базовой геометрии выберем рамку, а в кипе выберем контур. После чего во вкладке «Базовая геометрия» нажав кнопку «Задать» выберем добавленный ранее параллелепипед, который является моделью физической заготовки. После того, как эскиз замкнется, подтвердим выбор. Когда геометрия выбрана, ее очертания будут подсвечены желтыми линиями. По умолчанию все выбранные геометрии проецируются на плоскость, в которой лежат нулевые координаты по «З», а глубина обработки будет задаваться относительно верхней плоскости. Подтвердим выбор геометрии. Зададим инструмент, перейдя во вкладку «Инструмент» в окне «Переход обработки поверхности» и нажав кнопку «Выбор». Добавим скоростную головку диаметром 60 мм. Сделать это можно, нажав фрезерный инструмент, выбрав торцевую головку и введя необходимый размер. Либо, если в списке инструментов уже присутствует необходимое обрабатывающее средство, можно просто нажать на него и подтвердить операцию. Таким образом, заданный ранее инструмент будет использоваться для указанной ныне операции. Подтвердить выбор можно, нажав на зеленую галочку. В нижнем правом углу меню перейдем во вкладку «Уровни», зададим плоскость безопасности. Плоскость безопасности — это плоскость, через которую выводится инструмент. После завершения операции. Также есть множитель безопасного расстояния, на который дополнительно будет поднят инструмент. Зададим верхнюю плоскость. В данный момент она тоже будет являться плоскостью. На заготовке. И глубина поверхности. В качестве глубины поверхности выберем верхнюю плоскость на детали. Таким образом, глубина поверхности станет 2 мм, после чего, поставив галочку «Применить равный шаг по Z», зададим шаг по Z 1 мм, получив таким образом два прохода инструментом для совершения операции. По завершению настройки перехода необходимо нажать «Сохранить» и «Выйти». Теперь в древе «Построение» на позиции «Мак Агин» появилась первая операция. Операции при наличии нескольких нулевых точек можно переносить из одной в другую. Об этом мы расскажем немного позднее. Пока выберем контур и сформируем верхний выступ будущей детали из тела заготовки. Во вкладке «Геометрия» выберем «Создать геометрию». В типе геометрии выберем «Плоскость» и нажмем на грань нужной плоскости. Обратите внимание, SolidCAM предложит замкнуть периметр плоскости. Если выбор сделан правильно, в диалоговом окне необходимо нажать «Да». Если выбор сделан неправильно, соответственно, нужно нажать «Нет». При выборе плоскости красная стрелка, подсвечивающая грани, определяет направление движения инструмента при обработке. Это важно, так как инструмент может позиционироваться как слева, так и справа и по центру относительно выбранной траектории обработки. В нашем случае контур замкнулся правильно, поэтому подтверждаем выбор и нажимаем «Ок». Также обратите внимание, что для каждой из операций можно выбрать из выпадающего списка ноль деталей, и небольшое отступление «Ноль детали» рекомендуется ставить на нижней плоскости заготовки, чтобы на этапе обкатки управляющая программы всегда была возможность подвести инструмент нулевой точки и завериться, не ушла ли геометрия. Следующим шагом перейдем во вкладку «Инструмент» и зададим торцевую фрезу для обработки текущей поверхности. Также нажмем «Добавить фрезерный инструмент», выберем «Концевая фреза». Зададим 16 мм. Диаметр хвостовика после нажатия кнопки «Энтер» определится вручную. Перейдем во вкладку «Оправка» и зададим конус «БТ-40» под цангу «ЕР-16 на 70». Это стандартная цанга, достаточно часто используемая. Цанги и держатели инструмента необходимо задавать для того, чтобы в процессе визуализации можно было наблюдать, не цепляется ли инструмент либо какая-то крепежная часть его за заготовки. Поэтому не стоит пренебрегать возможностью задать оправки для инструмента. Перейдем во вкладку «Уровни». Зададим плоскость безопасности. Так как поверочный проход уже был совершен в качестве плоскости безопасности, можно задать сформированную после него плоскость, но в данном случае мы опять же будем использовать плоскость заготовки. Безопасный отступ по Z также будет равен 2 мм. Верхняя плоскость мы зададим как плоскость, сформированную предыдущим проходом. А для задания глубины контура выберем ближайшую к верхней точке плоскость. Перейдем во вкладку «Технология». Обратите внимание. В блоке «Модифицировать геометрию» нужно менять расположение инструментов. Напоминаю, что инструмент при выборе геометрии двигался справа налево. Соответственно, положение инструмента для сохранения геометрии в состоянии, отображенном на модели, должно находиться справа. Кроме того, инструмент можно отобразить слева либо на контуре. Обратите внимание. При настройке операций переходов на нижнюю левую часть окна в ней изображаются подсказки, показывающие, что значит та или иная величина либо настройка. Также зададим спиральный заход. В тело заготовки, для этого в глубине контура, выберем значение по спирали, снизу слева отобразилась миниатюра, отображающая как именно будет производиться обработка выступа в этой операции. Спиральный заход необходим для того, чтобы инструмент плавно врезался в заготовку. Это меньше вредит инструменту и меньше шансов поломать его, а следовательно испортить саму заготовку. Также поставим галочку «Чистовая обработка». В данном случае она уже стоит. Чистовая обработка нужна для того, чтобы по завершению протачивания основного контура станок совершил еще один дополнительный проход для получения более чистой поверхности. После того, как введены все необходимые настройки, также нажмем «Сохранить» и «Выйти». В главном окне программы снова нажмем «Солидкам 2D-переходы» и выберем кнопку «Расчет всех переходов». Это необходимо для дальнейшего создания визуализации и создания управляющей программы. После того, как совершен расчет всех переходов поверх модели, появится траектория движения инструмента для одной и второй операции. В «Древе построения» выберем позицию МАК-1 и нажмем «Визуализация». Обратите внимание, что если будет выбрана какая-то из операций, визуализация будет проведена только для нее. В «Визуализации» выбираем «Объемная симуляция для 3D». Это вариант симуляции, в которой отобразит заготовку и то, как именно инструмент будет ее обрабатывать. Для запуска симуляции нажимаем «Старт». После завершения визуализации и убедившись, что процесс обработки должен происходить без ошибок, так как если в процессе симуляции обработки инструмент либо оправка инструмента будет натыкаться на тело заготовки, программа выдаст оповещение, что сделано неправильно, и нужно поменять те или иные параметры. После того, как визуализация успешно завершилась, можно закрыть окно визуализации и во вкладке «Солидкам 2D-переходы» нажать на кнопку «Создать», чтобы получить управляющую программу в формате NC для использования на станке с числовым программным управлением. Для ее использования этот файл необходимо сохранить в какую-либо директорию, чтобы в последующем можно было использовать его либо в стоечном варианте управления станка с числовым программным управлением, либо в какой-то другой управляющей среде, вроде Power Gear или T-Siemens. Также управляющие программы можно создавать для каждой отдельной операции и можно создавать по нулевым точкам, если в детали их больше одной. Но об этом мы расскажем в следующих уроках. Субтитры создавал DimaTorzok